Телерадиоканал Страна ФМ Один на всю страну 18 часов 11 минут Здесь Лиз Галина, Майк Войс Все здесь, но Самый ты главный человек, которого мы так ждали Поздравляли сегодня всех именинников Занимали время Ханна, Ханна с нами Привет, добрый день, всем добрый вечер Слушайте, свои ошибки Ну как и комплименты, естественно, надо признавать Поэтому не будем этот момент тоже заигрывать Заходит Ханна, звучит песня Я говорю, как же, Ханна, ты прекрасно выглядишь Она говорит, да, да, как всегда Я говорю, ну немного же времени прошло с тех пор, как ты, так сказать Стала мамой Да, да, да И Миша спрашивает месяц, Ханна говорит, да нет, год и месяц Вот так Миша подготовился к интервью Я просто, я хотел тебя поздравить Не успел, через месяц, поэтому год и месяц Тоже считаешь Тоже неплохо, конечно, у нас пока каждый день праздник Поэтому пока можно поздравлять Смотри, перед тем, как мы тебя представили, Ханна Вот правильно, как тебя назвать Певица, бизнесвумен Вот кто ты в первую очередь? Есть какие-то критерии, кем ты хочешь являться? Ну, конечно, безусловно Если мы говорим про жизнь, да А не о каком-то радиотелеэфире, когда нужно представить То, конечно, в первую очередь я мама Чему я сейчас безумно рада И для меня это, конечно, самая важная роль Но, если говорить про эфир То, конечно, мне приятно, когда меня называют певица Не знаю, исполнительница Бизнесвумен тоже приятно И, в принципе, так и есть Поэтому можно, да, и так, и так И так, и так Ну, хорошо, мы будем иметь в виду А скажи, а после того, как ты стала мамой Все-таки жизнь кардинально поменялась или нет Или потому что, ну, ты действительно Ты бизнесвумен, прежде всего Вот в моем понимании У тебя куча бизнеса Потому что все равно шоу-бизнес Все равно бизнес, прежде всего Дело, которым, да, надо заниматься Я не могу сказать, что кардинально поменялся мой образ жизни Но, конечно, мое восприятие жизни абсолютно Ну, то есть это, это как, знаете Это как ты ходил всю жизнь брюнеткой А потом, хоп, перекрасился в блондинку И, в принципе, все Вообще абсолютно все У меня кардинально У меня когда-то были волосы А потом все Все, все по-другому Этот мир я по-другому воспринимаю Конечно, все, что я сейчас делаю В первую очередь я делаю Потому что и для этого маленького малыша Маленькой малышки И вся жизнь крутится вокруг нее Любое мое действие Или бездействие Оно по причине, опять же, там Касаемое ее И поэтому Это очень тяжело объяснить Я думаю, что каждая мама меня поймет Потому что, когда появляется Человечек такой маленький Который появился И ты его просто безумно любишь Безусловно Не потому что, да То есть у тебя нет причины То есть это вот просто появился человек И это самая большая любовь в жизни Конечно, это очень тяжело объяснить И весь мир теперь это она Смотри, ну а как у тебя получается Она всегда с тобой? Вот ты же у тебя просто У нас даже анонсы Ты там открыла салон Там вообще в разных континентах Безусловно, когда это далекие поездки Она всегда со мной И на другом континенте Тоже, когда мы открывали салон И когда мы там искали место Уезжали туда на месте Она всегда была со мной Я стараюсь надолго ее не покидать Но безусловно, когда это гастроли Один, два, три дня я улетаю Но у нас У нас четыре бабушки Две бабушки Две прабабушки Два дедушки Поэтому у нас очень большая семья И каждый раз, когда я уезжаю Я понимаю, что она в надежных руках Купается в любви И она никогда не остается Один на один с няней Или там с чужими людьми Слушай, ну а в бизнесе Ты делегируешь дела? Или ты сама Ты такой контролер? Мой муж постоянно Меня ругает И говорит о том, что У меня есть самая большая проблема Что я не делегирую Какие-то там вопросы И задачи, касающиеся бизнеса Я очень люблю все делать сама И, конечно, сейчас Пришел тот момент Когда я понимаю, что Времени катастрофически не хватает И я очень хочу Иметь в команде людей Которым я могу дать задание И просто про него забыть Потому что обычно это происходит так Что ты дала задание И потом ночью не спишь Об этом думаешь Так, надо написать Надо позвонить Ночью проснулся Себе напоминание поставил Заметочку записал Короче, проверили, да? Да, это все очень, правда Много времени И самое главное Сил занимает Поэтому я стараюсь сейчас это делать Но не всегда получается Потому что Тоже не сразу в команду Таких людей можно найти И учитывая то, что Я пытаюсь каждый раз Вырастить людей А не просто взять там Сильных со стороны У меня тоже сегодня С пяти утра стоит напоминание Что ровно восемнадцать Пятнадцать Пятнадцать Тристот одну секунду Ты же, но в другом исполнении Пожалуйста Дорогая страна Всем добрый вечер Лиза Калинина Майк в студии У нас сегодня Очаровательная гостья Хана И мы Привет Да, продолжаем наш разговор Очень прикольно Что Вот человек не забывает Свой родной город Ты Родина твоей Чебоксары И ты там даже Ну развиваешь Да Рабочие места Так скажем Ты открываешь там студии И все такое прочее Расскажи Как твои родные Друзья Одноклассники Тебя встречают И знакомые Незнакомые люди Ты там местный Юрий Гагарин Я Знаете, что могу сказать Конечно Каждый раз Когда у тебя Особенно там Берут интервью Ты перед камерами Хочется же все сделать Максимально красиво Красиво Чтобы потом люди смотрели И говорили Вау Она такая молодец Так все типа классно делает Но я вот Блин Я до сих пор не научилась Так делать Я вот люблю Вот так вот прям Правду всегда Говорить все как оно есть Это не всегда хорошо Потом каждый раз Себе виню Но блин По другому не получается Честно сказать Я очень люблю свой город На самом деле люблю И считаю Что я очень много Езжу по гастролям По городам России Я считаю Что Чебоксары Это искренне Один из самых красивых городов Который у меня когда-либо была В нашей стране Самый чистый Но Как и в любом другом городе Особенно в маленьком Есть свои плюсы и минусы И у нас все-таки За счет того Что маленький город Все друг друга знают Человеческий фактор Такой как там Ну вот зависть Да Или Сравнения Он у нас очень сильно Достаточно развит И Ну тебе вот так все досталось Ну типа да Каждый раз Понятно что там есть Очень много людей Которые реально Искренне меня там уважают Которые любят Которые там пишут мне Комментарии Ну как бы Реально таких людей Очень много Ну и конечно Есть люди Которые говорят Да ну понятно Ну что там У нее же там Брат, дядя, подруга, сестры Ты думаешь Про этих родственников идет Да прежде всего Интересно То есть есть такие люди Которые И поскольку там Люди как бы Меня реально знают У них есть больше Как бы шансов Говорить про меня Какие-то вещи Которые на самом деле Не было Поэтому я честно сказать Не очень люблю туда приезжать Не очень Но я приезжаю туда Достаточно часто Потому что там У меня живет дедушка до сих пор Там мой брат Там мой дядя И Ну как бы Это мой дом Поэтому я очень люблю этот город Приезжаю туда Но все-таки Я к тому что есть Известные свои плюсы Ну слушай Ну а как ты реагируешь Ты же наверное с этим Встречаешься неоднократно Что думаешь Но уже На самом деле сейчас конечно Таких комментариев гораздо меньше Чем это было Только тогда Когда я начинала Поэтому сейчас уже Все абсолютно спокойно У меня вообще нет времени Об этом думать Тем более об этом говорить Там выискивать смотреть Я абсолютно нормально На это реагирую Я понимаю что У каждого человека Есть такие черты Даже я там могу Кого-то там нахаять Не знаю вообще этого человека Это абсолютно нормально Ты прям можешь? Серьезно? Не могу Ну а ты не можешь Добро пожаловать В наш клуб Ты вообще Это же по адресу Я тебя познакомлю Я тебе абсолютно Если расскажу Ханна Так это здорово Если там даже Если целый кружок Уже в Чебоксарах Образовался Это же реклама Все что кроме Некролога Потрясающе Пусть будет Правильно Да не я не против Я правда Я вообще Я считаю что Мы все люди И каждый может позволить Или нелюди Тебя они очень Долюбливают в этом коллективе Я тебе хочу сказать Она искренняя Она искренняя Она тянется к папе Так вот Я тебе так скажу Тут такое иногда пишут Да что там пишут Мне иногда картинки присылают Биологического характера Прям в личку Конечно Да ладно Да да Чего только не бывает Поэтому я тебя умоляю На это все это надо Вообще реагировать Да конечно Говорят значит интересно Да я тоже так считаю Да Смотрите друзья У нас сейчас небольшая пауза Опять таки музыкальная Твой клип Целуемся Ооо Нравится тебе Очень Друзья Для вас песня Для Майк Войса С поцелуем Поехали Дайте картинку Иди ко мне 18 часов 28 минут Ханна у нас в гостях Лиз Галина Майк Войс Все тоже здесь Ну и подошли мы к подаркам Никто сюда не приходит С пустыней рукой Без Вот и с чем Пришла Я пришла Ну мальчик Здесь песни Ну конечно Правильный ответ Отлично У нас композиция Называется Музыка звучит Это премьера На стране FM Давай рассказывай На самом деле Я очень люблю этот трек Мне правда Искренне Очень нравится Очень качает Мне кажется Что история Которая Описывается В этой песне Она максимально У каждого В жизни присутствовала И Когда ты вроде любишь Что ты делаешь вид Что не любишь И ты каждый раз Где-то встречаешься И так глазами пересекаешься Ну в общем не знаю Супер Да что там В сердцах девчонок Она в моем сердце Нашла опыт Понимаешь Только у меня обычно Знаешь По-другому Случалось Я вот думал Утешь меня в сердце У меня подсказанная Звукорежиссер Нет у тебя сердца Прям ухо Нет Александр Я просто жду Скоро Что ты подписываешь Ну так вот Обычно только у меня В жизни было наоборот Я все тоже себя Тешил иллюзией Что это она так Просто на меня смотрит На самом деле любит А потом она мне так и сказала Не на самом деле Действительно Действительно не люблю Так получилось Друзья У нас премьера Да Музыка звучит Ты волнуешься Скажи Ну мне приятно Тебе приятно Хорошо Делаем приятно Красивым девчонкам Давайте сделаем приятно Красивым девчонкам Полетели да Ну что друзья Мы за премьерой трек Музыка звучит Хана в гостях У вечернего шоу У нас в гостях Да Хана скажи Вот у меня у тебя такой вопрос Бывает так Что ты выходишь на сцену Да И допустим В концертной программе Вот у тебя есть какие-то Ну не кумиры Ну какие-то люди Ты такая думаешь Ой-ой-ой Там после них выступать Ну какой-то знаешь Вот может быть Мэтры какие-нибудь Ну да-да-да Если Лещенко уже ушел Вы говорите про наш Да Ну какую-то Какую году У тебя же жизнь Такая насыщенная Бывало так Ты думаешь Ого После этого выступать Ой Или там в зале То-то-то Что ты-то прям Аж волнуешься Вот как тебе человек Твой коллега Тебя оценит Я понимаю Да Я просто поясню Вот и ты мне просто Дашь впечатление Такое абсолютно Уверенное в себе Ну такой Несомневающийся И знаешь себе цену И так далее Но мне просто интересно Бывает ли такое Что ты там кого-то увидела Не знаю Музыканта крутого Певца Кто тебе очень нравился Или там ты И ты начинаешь волноваться Думаешь Смотрите Как я выступаю Как я пою Как я танцую Вот опять же Если сейчас по-честному По-честному Мы уже в прямом эфире Сейчас запрос на честность Давай конечно Мне кажется Что безусловно Ну то есть конечно Я выросла на Абсолютно другой музыке Даже не на той Которую пою сейчас сама И тем более Не на той Которая сейчас Очень актуальна И популярна Я обожала Группу премьер-министр Девочка с севера Девочка мира И откуда Я очень любила Я очень любила Понятное дело Аллу Борисовну Пугачеву Владимир Пресняков Игорь Николаев То есть все Вот эти вот Безумно талантливые Игорь Крутой Он был продюсером Там фабрики звезд А для меня Эта фабрика звезд Была самой крутой Именно с музыкальной точки зрения И конечно У меня есть огромное количество Людей Которых я безумно уважаю Понимаю Что это нереально талантливые люди Которые Смогли еще Из этого таланта Сделать Ну себя реально кумирами И сейчас Я не могу сказать Что я волнуюсь Когда То есть у нас есть Очень большое количество Корпоративов Где выступают Там не только я Но и какие-то Ну сборная такая Такая сборная Солянка Буквально недавно У нас был корпоратив У нас была свадьба И на ней выступал Один очень тоже Клевый музыкант Да музыкант Очень уже достаточно Взрослый такой Исполнитель И я безумно люблю Его творчество Ну как бы вообще Безумно И когда Я приехала На площадку И нам организатор Говорит Вы знаете У вас там на разогреве Выступает Ну вот этот Исполнитель И я говорю Да не-не-не Ребята Ну как бы Ну так не может быть Он говорит Нет Вот так вот решили Наши заказчики Будет так Я говорю Нет Это как бы физически невозможно Я не буду выступать после него Ну потому что Как бы где он А где я Они говорят Нет, Ханна, вы что Как бы это Ну у нас уже есть тайминг У нас уже есть И я понимаю Что он безусловно Гораздо талантливее Он безусловно Гораздо уважаемый Он вообще Ну просто Это просто скала Глыба Да Но мы живем в такое время Когда вы понимаете Популярные артисты Которые В принципе даже не артисты Которые как бы Ну не хочется Ни в коем случае Никого убежать Но я думаю Что вы понимаете О чем я говорю Да Да, да, конечно И сейчас людям гораздо важнее Они не в инстриме Никакой у тебя талант Да Не важно там Ты супер талантливый Или нет Им просто важно Чтобы ты был как бы Хайповый И чтобы ты был Ну типа на слуху Поэтому Сейчас То есть Куда там я Да даже я уже Мне кажется Иногда где-то Ну такой старичок Потому что есть там Супер новые артисты Которые совсем молодые И поют там Про абсолютно другие вещи Если там Было популярно Когда я начинала петь Там про любовь Про отношения Сейчас это вообще Никому не нужно Это была новая тема Сейчас всем Да Не то чтобы новая Но как бы это было актуально Сейчас актуальны Вообще абсолютно другие вещи Которые Ну другие И поэтому мне кажется Что у меня нет Конечно волнения Потому что я знаю Что если меня приглашают Особенно если Какое-то private мероприятие Все понимают Ну как бы я понимаю Что меня конкретно позвали И это конкретно Ну как бы мои слушатели Поэтому ничего не переживать Если это какое-то клубное Мероприятие Клубный концерт Я понимаю Что люди конкретно Пришли на меня В это место Если это какой-то концерт В Доме культуры Там в ДК Я понимаю Что люди купили билеты И потратили деньги Чтобы прийти послушать мне Поэтому ничего не переживать Поэтому я не переживаю Но конечно Я очень четко понимаю Где я Кто я И где они И кто они Ну иногда бывает Что они у тебя Все-таки на разогреве Ну это просто Это любить Это правда иногда Неловко Но это просто Интерес в вкус Да у меня видишь Уже сколько общего У меня тоже самое Все иногда вот так вот После концертного зала Зайдешь вечером Да Ну мне потом объяснили Что это не разогрев Вот Ну так тоже вот бывает Да Давай уже закрутятся Сейчас лишнего Наговорю Рекламная пауза Спасибо большое 40 минут у нас прошло Пришло время Интересных вопросов Про любовь поговорили Презентовали клип Ты знаешь что мне все интересно Про деньги Ну конечно Ну расспрашивай Ты знаешь как тут Проходят вечера Когда никто не приходит Когда нам здесь грустно Мы здесь вдвоем мерзнем Две темы Абсолютно мэн Про отношения и про бабки Да секс и бабки Все больше ничего Поэтому скажи пожалуйста Вот на самом деле Вопрос будет интересный Не просто вот Не в стиле вот знаешь Одного там есть в ютюбе Там сколько зарабатываешь Сколько с этим Нет не это Вопрос следующий Скажи вот имея такого Мужа Он же бизнес тренер Для тебя личный Да Вот вообще личный Скажи это действительно Помогает тебе в бизнесе И что ты от него подчеркнул Потому что я сейчас Без всяких шуток Без всякого двойного Это человек На которого в профессии На которого На рынке Многие равняются Очень многие люди Скажи Спасибо Ты дорожишь Ты этим пользуешься Как-то Бизнес лекции Пересуну что угодно Да во первых Спасибо большое За комплимент мужу Я полностью вообще Подписываюсь под каждым словом Потому что для меня Это не только Ну то есть я так говорю Не потому что это мой муж А просто потому что Я достаточно много Читаю там Слушаю аудиокниг Особенно по бизнесу Там по управлению По личностному Ну так кучу коуча Ты тренера все же много Да 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 Какие-то видео И я посещала в свое время Достаточно большое количество Кстати месяц Пашу этих тренингов И я искренне могу сказать Что вообще сильнее человека По там энергетике По пониманию бизнеса По пониманию там И планировании там Правильно Ну стратегии Да вот эти все там Управления и так далее Я понимаю что сильнее человека Я просто не встречала И конечно Я пользуюсь этим Потому что То есть ты советы попросишь Да все советы Рекомендации Все какие-то трудности Сложности Которые в моем бизнесе Случаются Я в первую очередь С ним их обсуждаю Консультируюсь И в самом начале Тоже он мне очень сильно Помог там Именно в структуре бизнеса Потому что Несмотря на то Что это Там обычный салон красоты Ну там уже их там Много Это не Они не работают Не как любая Любая другая студия красоты Там очень четко прописанная Структура Инструкции Ну то есть у меня реально КПА КПА Все Абсолютно все Поэтому он мне конечно Очень сильно помог И до сих пор помогает И я очень сильно От него вдохновляюсь Черпаю у него Энергию И знания И каждый раз При сном мы не обсуждаем Там Какая классная погода За окном Так Или какие там Посмотри какие я себе Там не знаю Новые сережки купила Мы обсуждаем конкретно Статистики Таблички Финансовые планы Доходов Расходов И так далее Я немножко Я немножко тебя обманул Есть двойное дно Но легкое в этом вопросе Смотри Лицемер Лицемер Можешь меня так и заводить Еще в прямой эфир Тут не отвертишься Смотри Мы всегда Сталкиваемся с Лизой Она все-таки женщина Она все-таки Вот про Про хорошее Там против всего плохого Про вот все сережки Там и про суть вопроса Но иногда суть вопроса Не бьется с деньгами И иногда Можно пожертвовать Качеством Можно пойти Вот не направо А налево Но зато заработать денег Ты бывает вот так вот Сталкиваешься Когда тебе Пашу говорит Ну не надо делать здесь хорошо Для бизнеса это будет плохо Можно допустим Пойти и как-то вот Ну по другому В бизнес процессе Все это обратить Да я поняла Вопрос Проблема в том Что у нас бывает Иногда наоборот То есть он очень Очень четкий Он очень Очень Такая математическая модель Да То есть у него все Он всегда все любит по правильному Он всегда любит все очень Вот прям вот Все должно быть правильно Я такой человек Я там иногда могу Ну как-то не то чтобы схитрить Да но я там Иногда сотруднику говорю одно Для того чтобы он там По истечению какого-то времени Там сам к этому пришел И такой блин Вот я понял Почему мне Ханна это сказала И он мне говорит Зачем ты так Усложняешь процесс Зачем ты делаешь все Ну как бы по-женски Ну как бы это глупо Вот это быстрее короче Да это быстрее Это короче Это результативней И я такая И вот это мое женское начало Так И вот это все борется 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 Но потом я реально Ночь пересплю Утром просыпаюсь И думаю реально Буду тратить время Нервы Ну как бы если можно Просто там написать Сказать сделать И все То есть он очень правильный И он меня Когда я пытаюсь Что-то по-женски замудрить И типа суммничать Он меня конечно Присекает Слушай Вот смотри Мне просто даже интересно Столько всего у тебя У тебя есть какой-то режим Вот как ты живешь Вообще режима нет Нет? То есть режима нет Я понимаю Что самое для меня важное Это никогда не оставлять Назаду то Что можно сделать сегодня Я не могу лечь спать Пока я не отвечу на все сообщения И пока я не решу все вопросы Которые вот у меня есть В сегодняшнем цикле Никого тебе не напоминаешь Слушай, а сколько ты спишь? А? Ну я ложу Вот сегодня я легла Примерно в пять Серьезно? Ну проснулась я в одиннадцать Да, то есть сегодня я хорошо поспала А спорт есть у тебя Вот какой-то Ну какие-то режимные Какие-то фишки Которые тебя разгружают Да, я спортом я дома занимаюсь Когда там, не знаю Малышка пока в ванной купается Я тоже в ванной С резиночками сижу Там коленки разога То есть я сама Да, спорт у меня не спортзал Вот смотри То есть вот это вот отмазки Что некогда там ходить в зал Ну это правда некогда ходить в зал Ну в смысле Можно найти Альтернативу Да, у нас есть резинки Мы на гастроли летаем с девочками С резинками И там Ну не в аэропорту, конечно Но в поезде Или там на гастролях В номере перед концертом Мы стараемся заниматься всегда Я киваю просто Как будто делаю вид Что я знаю, о чем речь На резинке девочки Слушай, короче Вот что я хочу Какой вывод сделать Я реально очень приятно удивлена Спасибо Серьезно Нет, везет тому, кто везет Правильно Вот ты у меня ассоциируешься Спасибо Ну то есть нет Одно дело, когда это общие слова Другое дело, когда это Ну по факту, по практике Ты такой человек Ищешь варианты, да Не отмазки, не отговорки Да А вот Возможности Да, это только благодаря моему мужу Потому что Да, ну да Ну слушай У тебя много достижений до этого Можешь Извини, пожалуйста Вот в ту прям камеру Муж Спасибо Муж Он знает на самом деле Что он меня очень сильно вдохновляет И я вообще Ну я считаю, что подобное Всегда притягивается к подобному И когда Ну то есть для меня Это прям правило номер один в жизни Знаете, как закон притяжения То есть не противоположности Не противоположности Однозначно В духовном мире плюс к плюсу Да, сто процентов Поэтому Я всегда так смотрю на него И чуть-чуть успокаиваюсь Потому что я понимаю Что он такой крутой Но значит я тоже Как бы не супер там какая-то Ну типа Нормальная Чтобы совсем, так сказать Прогиб перед Пашу Был у нас массовый засчитан Давай тогда Знаешь, что единственное Вот если ты уж такая Да, я кстати Сегодня тоже в пять Так на секундочку Лег И восемь встал И поехал по встрече Послушай, пожалуйста А он-то вообще, наверное То есть Пашу вообще О, это вообще Это фанатик Это фанатик Это конкретно фанатик Это, ну то есть Я не знаю Ну я правда не знаю Таких людей Ты видела его спящим Когда-нибудь? Давай вот так Он спит? Знаете, как бывает Он правда спит То есть он ложится Допустим, мы ложимся Там в два, в три Но он встает каждое утро В семь тридцать Каждое утро Но при этом Пока я там сплю Я могу встать Ну извините за подробности Там в туалет ночью И он будет сидеть в телефоне И в заметках Записывать идеи Которые ему пришли Вот там типа Пока он спал То есть он У него компьютер всегда Там и телефон Всегда лежит на тумбочке Потому что он Он думает ночью Он ложится Он думает Он просыпается Он думает И он первым делом Когда просыпается Не смотрит там Инстаграм Как большинство Мне кажется Людей вообще Не только в нашей стране Но и в принципе Он берет заметки И как бы на свежую голову Все вопросы Которые вчера у него важны Были Он записывает И на свежую голову Он дает свой какой-то Новый комментарий Слушай, а вот зачем? Вот смотри Это что мотивирует Постоянный какой-то успех Страх, что все закончится Или человек не умеет Расслабляться Или другая какая-то причина Почему? Или ему просто нравится Так жить У него просто Очень большое количество вопросов У него достаточно большое количество Бизнесов То есть он уже не может Да Он управляющий директор Он слить Коммерческий директор У него реально очень много вопросов У него там артисты И он понимает, что Первых На нем большая ответственность Это во-первых Во-вторых Он хочет развиваться Он понимает, что Если он просто расслабится То никто кроме него Это дальше не разовьет Поэтому он каждый раз Работает над тем Чтобы завтра было лучше Чем сегодня Ханна, но глобально Глобально Если вот совсем Все эти настройки Бам-бам-бам И на самую крышу подняться Ему это просто нравится Однозначно Он кайфует У своей Стоит жизнь Это не ему приходит Ну у тебя тоже У тебя тоже Когда мы только начинали жить вместе И когда я же жила в Киеве Я переехала в Москву Мы начали жить вместе И у меня там было все Там снималось кино Снималось в сериалах Мы там записывали песни Все было в принципе очень хорошо Но я Вадима меня взяла Переехала к нему в Москву И вот я Чем я занималась Это я только ездила там на вокал Там раз в день И готовила кушать еду А, то есть у тебя был такой период, да? Да, конечно Он был То есть уже когда у меня там Было куча всего за спиной Ты все бросила Поменяла жизнь Поменяла жизнь Приехала Я знала, что я начну работать Рано или поздно Но пока вот я только-только приехала Первые полгода Я, значит, готовила ужин Там первое, второе, третье, пятое, шестое Закуски Он мне говорит Я в семь буду Я его, значит, все постелила Все, все, все Звонила, он мне берет трубку Звонила, он мне берет трубку По итогу он приезжает в девять часов Весь такой замыленный Мыли, запаренный с компьютером Заходит домой Понятное дело, что я начинала злиться Обижаться Закрывала дверь Хлопала дверь И уходила с ним, не ела Потому что, ну, как бы я не понимала этого Потом, как бы время шло И я там видела эти циферки Таблички Опять все планы Эти встречи Заметки Заметки Мы начинали ругаться Я говорю, как ты можешь только работать Это ненормально Потом мы снова ругались Потом умерились, ругались и умерились А через год, там полтора-два Я поняла, что Ну, нет другого варианта вообще То есть, либо я тоже сажусь И пишу свои таблички И мы будем на одной волне И принимаем Либо нужно просто уходить Потому что, ну, он не сможет по-другому Поэтому, короче, я тоже начала Писать свои таблички Там считать свои циферки И по итогу пришла к тому, к чему пришла Поэтому Он такой человек, он это любит Я такой человек Я это тоже люблю Мы 100% кайфуем от того, что делаем Никто нас не заставляет Мы не жалуемся Просто реально иногда бывает тяжело И когда от тебя какие-то люди там что-то требуют Ты хочешь сказать Блин, ну мне реально тяжело Ну, типа, отстаньте И, ну, как бы, тогда ты срываешься А так, в принципе, все хорошо Ханна, честно ответишь Блин, круто Давай У тебя проскочила вот эта фраза Либо я сажусь и пишу таблички Либо ухожу А у тебя ни на секунду не проскочила В тот твой жизненный период Когда ты еще у тебя никаких Не был Только вот вокал и всем ужин Не проскочила А может уйти А может я не Может это не мое Нет Ну, то есть я реально Ну, для меня это просто Идеальнейший человек в мире Вот честно Я понимаю, что каждый человек Когда любит Он, ну, как бы Ну, он любит И думает, что вот он Безумно сильно любит И, наверное, у меня такая же история Ну, правда, я не встречала человека сильнее И одновременно вот таким добрым, как он То есть ты либо добрый Вот знаете, у меня там бабушка, мама Это просто, ну, это безумно добрые люди Но вот они не Бойкие Они не бойкие А вот он очень сильный И при этом очень добрый Он очень любящий Но при этом он может иногда так тебе Что-то сказать Резко, да? Как бы резко И ты понимаешь, что ты даже ничего ответить не можешь То есть я тот человек, который всегда могу То есть я, знаете, как ушная сковородка Он меня так называет Каждый раз говорит, что я могу выкрутиться из любой ситуации Мы заметили За 45 минут Да-да-да-да Но честно, с ним у меня не получается То есть когда он что-то говорит И я такая Вот реально То есть он всегда говорит очень четко По факту И по делу, да? Да Ну, я его очень сильно люблю Поэтому такого вопроса никогда не стояло Вот так у нас эфир перешел, понимаешь, признание любви От своих жестких вопросов крюшечком Да-да-да Видишь, такой баланс получился и гармония Спасибо тебе большое Спасибо вам большое, ребят Мы желаем вот такого же настроения, ты знаешь Спасибо Везет, кто везет Вот этот прям девиз нашего эфира сегодня Спасибо огромное Спасибо, реально Спасибо, реально Ханна в гостях Пока А мы-то останемся Ну да